А на посуде сохранилась нога, то есть когда на костре она стоит, на ней откладывается сажа. И вот в лабораторных условиях была получена дата, на основании которой мы датировали этот памятник. Я про это еще скажу. Вот такая посуда, это вот такая реконструкция, знаете, такие горшки, такой характерной формы, с таким округлым дном. Они достаточно большие, потому что в этом горшке готовили пищу для такого небольшого коллектива. То есть не на одного человека, а сразу на несколько. И что интересно, вот эта форма сосуда, вот с таким вот дном, она оказалась достаточно универсальна для той посуды, которую разогревают на очагах. То есть не на плите с ровной поверхностью, а на очагах. Очаги обычно откладывались камнями, да, а камни могут быть разных размеров, то есть побольше, поменьше, да. Вот, и соответственно посуда с таким полугруглым дном, она всегда найдет три точки опоры. Всегда, вот как вы камни эти не раскладываете, посуда будет всегда стоять ровно. Вот, если бы у этого горшка было ровное дно, то нужно было найти три точки опоры, то есть три камня в одной плоскости. Вот, а вот такая форма, она оказалась очень универсальна именно для таких типов очагов. Вот, и это говорит о гребности вот этой вот формы сосудов, о ее архаичности. Вот, и мы...